Всем добрый вечер! Рада всех видеть, что у нас так много народу. Вступила я в должность 26 декабря, но в связи с тем, что необходимо было оформить ряд юридических моментов, приступила к обязанностям фактически 17 января. Поэтому можно сказать, что у меня третья рабочая неделя. Я вам сейчас расскажу свое видение, как мы планируем работать, взаимодействовать и с органами местного самоуправления, и с жителями. Ну а потом вопросы. На что я не смогу ответить? Запротоколируют все вопросы. Да, Елена Николаевна? Мы проведем анализ, подготовим ряд поручений, ну и, естественно, отработаем. Значит, первый вопрос, который сейчас достаточно актуален и в области, и у нас с вами, это связь с жителями. Потому что, значит, в чем у нас проблема? У нас есть сайт администрации, где есть раздел обращений жителей. Туда поступает очень мало обращений. Есть страница ВКонтакте. Администрация зато города странной. Там очень... Да, администрация зато города странной. Там вот на сегодняшний день я уходила, было 55 подписчика. Мы планируем добавить там раздел, прорабатываем сейчас вопрос, задать вопрос специалисту, для того, чтобы у населения была возможность обратиться через этот раздел. И у нас была возможность перенаправить этот вопрос специалисту, который должен этим заниматься. И, опять же, чтобы вы получали ответ. Если вам не нужен как бы официальный ответ, то в рабочем порядке можно будет это решить через страницу. Также я готова всех как бы добавлять в друзья на своей личной странице, тоже ВК. И на своей личной странице я создала сообщество зато города странной. Прошу подписываться, прошу добавляться. За эти две недели работы я вижу, что сообщений мало. И даже знаю, почему. Люди боятся обращаться, я знаю, потому что боятся, что будут озвучены фамилии. Руководителями организации будут сделаны замечания. То есть практика у нас такая была. Я работала, когда была депутатом. Мы, к сожалению, через эту негативную практику прошли. И после этого, после озвучивания фамилии, люди вообще перестали обращаться. Поэтому у себя на странице я как бы сообщила, что пишите личные сообщения, фамилии озвучивать не буду. Ряд сообщений поступило по очистке придомовых территорий, по уборке лестниц. Мы постарались, конечно, во взаимодействии со всеми службами, кто отвечает за это, отработать эти вопросы. И продолжаем также работать дальше. Также я подписана в группе «Гремиха. Наша группа». «Сильная группа. Бремиха Мурмон 140. Островно». Я вижу всю переписку наших жителей и не наших жителей, тех, кто жил там раньше. Я не комментирую высказывания населения. Это ваше право. То есть я просто принимаю к сведению, делаю свои выводы и работаю. Последний у нас случай с перепиской в сообществе. Один случай был по связи с Мегакона, я потом прокомментирую. Второй по вертолёту, тоже потом прокомментирую. Поэтому пишите, ради бога, я краткие комментарии всегда направлю, чтобы вы были в курсе, что я тоже в теме. То есть я тоже с этими проблемами и никогда от них не ухожу вместе с вами. Также хочу сообщить, что, все, наверное, уже знают, каждый день к 8 утра проводится видеоконференция с губернатором Мурманской области, на которой подключены все органы местного самоуправления, главы муниципальных образований Мурманской области и правительство. Поэтому это тоже можно посмотреть. И оперативное совещание укладывается ВКонтакте на странице Чиписа Андрея Владимировича. Там тоже вы можете просмотреть, какие поручения нам даются, что контролируется. По встрече, значит, по приему граждан. За, опять же повторюсь, за две полных рабочих недели граждане приходили. То есть если нет у меня никаких совещаний, я готова принимать в любое время, принимаю без записи. Поэтому если есть личные вопросы, которые требуют решения именно, допустим, на месте в кабинете, приходите в любое время и говорю, если нет никаких препятствий у меня, то, пожалуйста, я приму в любое время. Мало того, видите, сверх горит, я сижу до 7, до 8 вечера, заходите, буду рада помочь в пределах своих намочек. Поэтому вопрос, поэтому, как бы, по этой полезке у меня есть вопрос, вопрос по связи с населением. Давайте я предлагаю сразу по темам, как бы, да, отрабатывать, чтобы друг друга не задерживать. Второй вопрос, который сейчас тоже актуален и у нас в городе, и в области, это уборка снега на леди. Значит, я хожу на работу пешком, живу я на Усть-Анс 18, то есть маршруты движения я отслеживаю. В островной и по дворовым территориям я выезжаю два раза в неделю, то есть в любое время. Я могу выехать в 8 утра, могу выехать в обед, то есть когда есть, как бы, минутка, я выезжаю, смотрю, как очищены дороги, как они посыпаны, очень много вопросов по школьной лестнице. Стофа, вот, но сегодня была в 9 часов, все почищено, все убрано, то есть поэтому, если есть какие-то замечания, то также прошу либо писать, либо звонить. По уборке снега, опять же, каждый четверг в совещании, видеоконференции мы докладываем на область о качестве уборки. Опять же, служба городского хозяйства направляет своего специалиста, который контролирует уборку и дорог, и предварительных территорий. Есть ряд проблемных моментов, которые я озвучивать не буду, потому что очень мало времени прошло, необходимо разобраться, принять какое-то решение. Поэтому, возможно, на следующей встрече, она будет планируется 3 марта, планируется встреча один раз в месяц, а там уже по посещениям посмотрим. Вот, следующая встреча 3 марта, там уже, возможно, более подробно об этом сообщу. Есть вопросы? Жалобы? Татьяна Семеновна Просолубова. У меня вопрос, как у мамы, по поводу уборки снега на площади около ДК. Сейчас зима, смотрю, чистят. Спасибо большое. На большие, огромные лежат коры снега. Когда весной начинает снег таять, дети наши в этой воде плавают. Это было в 18-м году, благодаря Геннадию Васильевичу Чистопашину, он помог почистить эту дорогу. В 19-м году, когда я этот момент упустила, теперь 20-й год. Все отказываются от того, что говорят, площадь не города. Да, это чья-то площадь, военная часть, может быть, не знаю. Автобус сейчас не подъезжает к школе, потому что все огорожено. А как в этом году будет решаться вопрос? Да. Спасибо. Елена Николаевна, запишите, пожалуйста. Хорошо? Мы будем прорабатывать вопрос, значит, подъезда к школе. Я уже поднимала, тоже для себя прорабатываю. Я знаю, что автобусы туда не запускают по ряду причин. Что дети выходят на остановки, идут пешком. Да, я в курсе этой проблемы, поэтому я работаю в этом направлении. Через месяц. Отвечу через месяц, в каком направлении движемся, какие у нас проблемы по решению этого вопроса и насколько мы быстро сможем их решить. Еще вопросы? Следующая, значит, тема наша, болезненная тема, теплоход. Ну, вы все знаете, да, что договор заключен на первое полугодие 2020 года, расписание утверждено на три месяца. Сегодня, знаете, теплоход выходит, завтра приходит в 11, выходит в 16 по погодным условиям. Значит, планируется ремонт теплохода раз в пять лет. Вы знаете, необходимо обновлять документы, необходимо проводить ремонты. Вот, значит, занимается этим вопросом сам генеральный директор Северного морского пароходства Антонов Яков Михайлович. Я созвонила с ним на прошлой неделе. Он сказал, что информацию в рабочем порядке либо на этой, либо на следующей неделе доведет по периоду ремонта. Пока предварительно планируется конец марта, начало апреля, либо июль. То есть сейчас, почему они не могут сейчас дать никакой информации? Потому что нету свободных доков, как бы. Сейчас, сами знаете, что все на конкурсных основах. Вот, если будет окно, то можно будет поставить марта апрель. При этом, вот, с Артем Юрьевичем, когда были в командировке, мы тоже ходили в Министерство транспорта. Там очень обрадовалось, что в курсе нашей проблемы тоже держат на контроле эти вопросы. И нас заверили в том, что в случае задержки рейса более 20 дней будет, значит, на 25, да, 25 дней будет направлен вертолет. Авиационное топливо они закупили. То есть запасы у них есть. То есть пока в работе. Ремонт теплохода, ну, ремонт теплохода пока вопрос в работе. И дополнительно мы сообщим. Мы проанализировали период, периоды, когда и поставка грузов, и дети заканчивают школу, и выпускные экзамены, и в лагерь надо ехать. То есть очень много факторов. И в апреле у нас памятная дата. И поэтому, как мы проработаем, что нам предложат, доведем уже. Возможно, уже к третьему тоже будет известно. По теплоходу? Вопрос. Что касается нашего образования. Значит, я в курсе тоже проблемы, что у нас в педагогии в следующем году планируют уезжать. И очень много педагогов. С ними я еще не встречалась. Но, значит, как бы разговаривая с начальником отдела образования, ситуация была как бы освещена. Вот это проблема для города. Мы когда были в области, в Мурманской областной думе, предлагали варианты вот для того, что подготовку детей к ЕГЭ осуществлять по вебинарам, то есть в виде уроки. Проблема для того, чтобы они могли хотя бы нормально подготовиться. Но при этом мы будем работать в этом направлении, потому что, допустим, видеоконференции нам оплачивает правительство, как бы в Мурманской области. Сейчас очень много видеоконференций в течение, но практически каждый день. И по разным направлениям. Это и комиссия по делам несовершеннолетних, и правительство при всех своих там совещаниях, то есть и вот по уроке снега. Попробуем проработать в этом направлении. Сейчас было собрание правительства совещаний в Кандалакше, и там тоже прозвучало как бы одно из предложений. Мы тоже будем его озвучивать. Опять же, разговаривая сначала с педагогами, привлечения практикантов сюда, как бы в школу, для того, чтобы немного освободить учителей, и опять же, не то что, ну, наверное, встряхнуть наших детей. То есть проблемы действительно глобальные по школе, и вот на данный момент я пока за этот короткий период не смогла даже никакого направления проработать. Пока вижу так, подготовку к ЕГЭ, пока видеоуроки, и работа по привлечению практикантов. А там дальше посмотрим. То есть это надо уже как бы разговаривать с педагогами, на самом деле, кто планирует уезжать. Вот. Также сейчас планируют программу запустить «Земский учитель». Насколько это будет применимо для нашего ЗАТО, тоже будем работать. Это вот что касается образования. Что касается медицины. Значит, тоже мы были в Снежногорске, нашего руководителя, который нас курирует. Вопрос поднимали, значит, они поднимали вопрос об объединении двух филиалов. То есть наш филиал хотели объединить еще с одним филиалом. Но проблема в том, что, опять же, у нас интернет, и они как бы прогнозируют то, что потом будут проблемы с отчетностью. В связи с этим пока все вопросы как бы отложили в сторону. Планировал к нам приехать Уйба, но с учетом сейчас изменений, как бы, вот последних, он теперь на другой должности. Приедут к нам, не приедут как бы из Москвы? Мы пока не знаем. Вот. Значит, ситуация сейчас... По врачам вы все знаете, кто у нас есть, кого у нас нет. Тут секретов нет. Тоже будем работать в этом направлении. Проблема у нас с моргом, к сожалению. Тоже обращались, что не работает там холодильник. Мы ездили, смотрели, будем разбираться. Пока нужно понять, возможно, допустим, там отсутствует электроснабжение. Но с этим надо разбираться специалистам. Вот это тоже как бы у нас на контроле. ФМБА нам предлагает забрать в морг муниципальную собственность, потому что у них нету таких видов деятельности. То есть они не работают в данном направлении, соответствующих у них врачей тоже нет. Поэтому, говорят, прорабатывайте. Вот. Также по зданиям, при разговоре с руководителем нашего филиала, прорабатывался вопрос по, значит, переезду врачей в нижнюю поликлинику. То есть для того, чтобы ряд зданий вывезти из эксплуатации, как бы, и передать в государственную казну. Вот. Ну, а с моргом будем, опять же, думать. Тоже мы об этом заявили в области. Но в область нужно направлять, как бы, готовые решения. Предложения с готовыми решениями. Поэтому вот пока такая ситуация. Что касается вопроса. Беспал, Владимир Валерьевич. Ольга Александровна, у меня такой вопрос. А вот сейчас про школу говорили и про медицину. Вот сразу совместить две позиции. В школе должна работать медсестра, медик. Мое понятие, что она должна работать, ну, практически весь рабочий день, когда там находятся дети. Насколько я знаю, на данный момент медработник приходит на работу только практически для того, чтобы принять пищу и находится там в непродолжительное время. Если что-то происходит с ребенком, допустим, после третьего урока, то что в этом случае делать? Спасибо. Ну, я попрошу, как бы, вот эти высказывания. Ну, я не знаю, там, принять пищу, не принять пищу. Эта проблема у нас давно уже стоит. И я была еще депутатом, мы поднимали этот вопрос на уровне области, чтобы нам в детском саду тоже не было медработника. Сейчас он есть, сейчас он обслуживает и детский сад, и школу. Что касается режима приема, я уточню. Что касается режима приема и сколько он там должен находиться. То есть, хорошо, я уточню и вам потом отвечу. Вот, сейчас не готов ответить. А прием кого вести? Врачи тоже где-то, медицины нету, медсестер? Да, я знаю, что их нету. Но, к сожалению, ничего не могу сделать за эти три недели. Так же самое, где школу некому работать, и в медикам некому работать. Ну, вы же видите, что я сама озвучиваю проблемы, я сама житель города и сама озвучиваю эти проблемы. Все, по отселению. Значит, по отселению предлагаю в следующем порядке. Если у вас есть вопросы, подходите, пожалуйста, ко мне в администрацию. Мы будем брать личное дело и смотреть, какие там, ну, решать ваш вопрос. Потому что у нас вот был случай, подходила, на прошлой неделе тоже приходил житель, когда он был на приеме у предыдущего специалиста в отделе по отселению. Ему была озвучена, значит, очередность, вот порядковый номер ее в очереди. Она была 45-я. Сейчас у нас вот как бы новый специалист работает. Вот, и при посещении, ну, увидев, естественно, себя в списке 75-й, у человека возник вопрос, как так получилось за такой короткий срок. Вот, я подняла часть дел по списку, вот сейчас у нас по списку 11 человек, которым планируется выдача сертификата. На сертификаты нам деньги выделили 22 миллиона 854 тысячи. Вот, на 11, как бы, семей. Проработала я только два дела, успела. Был у меня там спорный вопрос, потому что там есть пункт, дата постановки на учет, да, вы были, например, дата постановки на учет. Вот, очередность в списке, у меня как бы, у меня возник вопрос, очередность в списке по дате постановки на учет, что, допустим, 10-й стоит там 5-го июня, а 11-й, дата постановки на учет 5-го июня, а 11-й, допустим, стоит дата постановки на учет 5-го мая. То есть там как бы нестыковка. Вот, начали поднимать, подняли дела для того, чтобы понять, каким образом формировалась очередь. Значит, три даты. Дата заявления, дата подачи заявления, дата учетного дела и номер учетного дела, они тоже, как бы, номера между собой не бьются, потому что я так понимаю, что было же две очереди, и потом это все собрали, как бы, в один перечень. Вот, и дата протокола по рассмотрению, как бы, того же учетного дела. Несыковок очень много, но при этом, говорю, в частном порядке. То есть мы понимаем, что до 15-го года очередь, те, кто, вернее, заявили о себе до 15-го года, там очередность по дате постановки на учет, отслеживайте ее. Если у вас возникает вопрос, что вы встали на учет 11-го марта, и вы остались, допустим, за тем, кто встал на учетом 11-го июля, подходите, будем разбираться, потому что сейчас уже список сформирован, а в дальнейшем будем уже в частном порядке работать. Что касается с 15-го года, получается, что, как бы, право у нас оформляется распоряжением, да, выпускается документ распоряжения, где по дате, дата распоряжения, как бы является контрольной датой. Ну и, естественно, если два человека подали в один и тот же день заявления свои, попали в одно распоряжение, то у нас еще время подачи заявлений, которые фиксируются в журнале. Вот. То есть очень много нюансов, и поэтому, что касается отселения, подходите, будем работать. Вот. Нужно будет в выставном порядке, будем отвечать, а достаточно будет в выставном порядке, будем в выставном отвечать. Что касается отселения, еще добавили вот информацию, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Российской Федерации на первом полугодии 2020 года в размере 46 тысяч 13 рублей. По-моему, вот эта информация полезна, но... По отселению вопросов. Ольга Александровна, я, конечно, понимаю все, но а с теми людьми, которых выгнали с очереди, просто выкинули? Что с ними будет? Как-то вот... Татьяна Антонова, ну, во-первых, для того, чтобы понять, что будет с ними, мне нужно понять, кого выкинули. Я почему сказала, подходите к частному порядку. Я знаю, что очень много... Вот сейчас опять лежит на рассмотрении 10 кандидатов, для того, чтобы их исключить из очереди. Вот я сейчас изучаю личные дела, для того, чтобы писать распоряжение об исключении из очереди. Вы же прекрасно знаете, что когда это все началось, достаточно много людей, работников, с которыми я работала, да, действительно исключили, и люди подавали в суд. Правильно? Кто-то выиграл, я знаю, что были случаи, кто-то выиграл, кто-то проиграл. Поэтому здесь нужно работать с каждым. То есть опять подавать? Надо работать с каждым, Татьяна Анатольевна. Понимаете, я не могу сказать, что я сейчас пришла в главу и всех назад верну. Нет. Все в соответствии с законодательством, а вы знаете, что законодательство очень часто меняется. Мы даже сами за ним не успеваем иногда, к сожалению. Поэтому сейчас на порядке. Я просто дополню вам, Марина Николаевна, я просто дополню, что людей выехали в Сочи. Это понятно? А откуда берутся люди, которые живут на большой земле? Нет вопросов больше? Что касается связи. В Мегафон я попала, была будущая в командировке к руководителю. Значит, руководитель Мегафона, когда я зашла, она сказала, что жаловаться, приехали. Но у нас, я знаю, что в декабре были помоемки, они приезжали, настраивали оборудование. Значит, представители Ростелекома провели аварийно-восстановительные работы во время, то есть они провели аварийно-восстановительные работы тех поломок, которые были. Качество связи, естественно, оно, по сравнению с тем, что было, допустим, не вот в период поломок, оно не улучшится, как объясняют 2G, 3G. Будем рассчитывать, опять же, на эти проекты. Глобальная Арктика, как руководитель Мегафона, сказал, что сейчас планируется выделение денег, как бы протягивание волокна, вот, сказал, тогда связь улучшится и у вас. Сейчас пока ничем помочь не можем, потому что это спутник, значит, в долларовом эквиваленте они платят, им, значит, дорого, естественно, и пока они ничем нам помочь не могут. Связь сейчас восстановили, во время восстановления была у нас плохая погода, опять были поломки, мы организовали доставку, сюда опять связывались с Мегафоном, организовали доставку запчастей, то есть запчасти привезли, все поставили, но вот опять же, вот пока в таком режиме. Вот, с НТС я не связывалась, навстречу как бы не попала, вот. так вот по Мегафону, ну вот так пока. И поэтому пока не будем ждать улучшения, и обещать улучшения тоже пока не буду. Есть то, что есть. Ватсап работает, все зависит от места проживания, я это сама вижу, у меня в кабинете Мегафон тоже работает через раз, то есть дома смотря в кругом комнате находишься, я тоже как бы в курсе этой проблемы. Будем работать, будем думать, как ее решить. Вот, единственное, что Мегафон принял к сведению, что во время отключения электроэнергии у нас пропадает связь Мегафона. Он обещал проработать с МТС, то есть почему у МТС остается, как бы на связи не отключается, а воспользоваться оборудованием МТС. Как это будет, я пока тоже не могу вам сказать. Вопросы? Еще у нас один вопрос решается, это касается рыболовов, то есть вы знаете, что поднимался вопрос о выделении участков для ловов, для добычи краба, не знаю, будет, видно, не будет, из области пришло письмо о согласовании границ рыболов. О согласовании границ вот этих рыболовных участков. Участок нам распределили практически на кончике святого носа. Вот. То есть мы собрали совещание, представители, ну, как бы, представители, депутаты были, руководители организаций, привлекали специалистов. Да, вот этот можно слайд оставить. Видно, не видно, вот мы заявили, предложили вот этот участок. То есть с кончика святого носа мы как бы спустились вглубь. Вот, предложили этот участок. И, значит, опять же, по инициативе депутатов, как бы прозвучало то, что туда мы можем доехать на катерах. У кого есть катера, да, у кого катеров нет, то как ловить тогда с берега. И предложили внести еще один участок. Следующий слайд. Вот. Видно, не видно. Это, получается, где у нас полигон в этом районе островной красным цветом выделить.